Наливаем масло оливковое, ялтинский лук или как он называется в Европе испанский. Он ароматнее и у него больше эфирных масел. Пока он станет прозрачным и затем запускаем помидоры. Крикое масло второго джима, в отличие от первого холодного джима оно желтоватое, но зато это масло предназначено для того, чтобы оно не обжарилось. Мы сначала его обжариваем на больше чем средний огонь, потом как только он прозрачным становится и начинает образовываться корочка, нам не нужно чтобы он горел. Мы сразу делаем меньший огонь и запускаем помидоры. Как только помидоры запустим сразу снова сделаем больше огонь, чтобы они впустили как можно быстрее сок. Это не вода, это сок с помидором. Сразу вымешиваем. Пусть они немножко размягчатся. Мы сейчас туда добавим маслины, каперсы, добавим манчоусы и перебьем блендером. Но не так как мы делали гладкие соусы, что будем перебивать до однородности. А пусть остаются кусочками. В данном случае это не рыба, а в данном случае анчоуса это усилитель вкуса. Но если нет анчоуса, значит их не варим. Сок пошел образовываться. Анчоуса сейчас полностью распустится. Это филе анчоуса, там косточек нет. Вот помидоры дали уже сок. Теперь мы перебьем их блендером. Если мы положим чеснок в самом начале, значит у нас будет ни остроты, ни вкуса чеснока не останется. Останется только завтра. Если мы хотим, чтобы у нас был и вкус, и острота чеснока, почему чеснок положим в конце? Ну вот, а сейчас перебью блендером. Чуть-чуть делаем меньше огонь. А если нет блендера, можно через мясорубку? Это тогда нужно до того, как вы начинаете делать соус, пропустить помидоры через мясорубку, а все остальное мелко порезать. Достаточно. Кусочки остались. Они вытушатся. Ну, соус, консистенция хорошая. Если маслинка не измельчилась, значит можно ее достать оттуда и измельчить ножом. Хотя тоже не проблема. Теперь регулируем густоту. Если мы готовим, например, этот соус для макронных изделий, такие как перья или пенне, тогда нам нужно жиже, чтобы соус затек младбукой. Если, например, для спаги, где-то достаточно густота. То есть можно накрыть крышкой, и тогда будет немножко жиже. Можно поступить по-другому. Можно добавить где-то град 50-70 вина красного. Угаляем перец. Ну и можно накрыть минут на 10 крышками. И уже будем тогда заправлять. Сейчас перец размягчится и будем заправлять. Добавляем сухие прованские травы. Сухой кориандр, семена. Мушистый перец несколько. Хороший. И пару сосреди гвоздики. Если крупная, то достаточно одной. И все семечки извлекаем. Смотрим на свет. Делим пополам. Потом его можно извлечь. И можно немножко цедры. Но мы сегодня цедры не будем пробовать. Все. Наступаем. Выправки. Ложечкой прижимаем к стенке. Нет, еще сыровато. Если прижал к стенке, вы его развязайте пополам. Готов. Мы пока поставим воду на спагетти. Соль. Мы положили туда анчелусы. Они соленые. Поэтому соль не добавляли. Сейчас первый раз соль полностью из анчелуса ушла в раствор. Соль. Теперь попробуем. Насколько были сольные анчелусы. И сколько можно добавить натуральной соли. Добавили половину того, что нужно было. И уже нормально. Сейчас мы запустим чеснок. И на корме. Начинаем с одной ложки. Импортный чеснок, он обычно не очень резкий. Поэтому, может быть, пойдет один или два. Но лучше все пробовать. Самый резкий острый чеснок, у которого кожица не белая, а фиолетовая. Это озимый чеснок. Солим воду. Больше нормы. Смотрите, все равно не возьмут. Добавляем чили частями. Добавили. Попробовали. Потому что бывает такой чили, что потом уже не рад, что добавим. Кладем лимончик. Базилик. Слегка вминаем его. Накрываем крышкой. Выключаем. Базилик. 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 Аплодисменты. Базилик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok